Здравствуйте! В эфире телеканала CBC передача «Экономика дня» в студии Елены Косолапова. Темой сегодняшнего выпуска будет ситуация в экономике Соединенных Штатов. Отмечу, что накануне ФРС США повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов. Это самое серьезное ужесточение монетарной политики американским регуляторам за последние 22 года. Вызвано оно стремлением сдержать инфляцию, которая в текущем году уже побила рекорд за последние 40 лет. Более того, председатель ФРС заявил, что уместным выглядит дальнейшее повышение ставок уже в ближайшие месяцы. Подробнее о том, как изменения в американской экономике могут отразиться на мировом рынке, я буду говорить с экспертами. У нас в студии Толят Калаев, заместитель директора инвестиционной компании Unicapital, член Совета директоров Ассоциации участников фондового рынка. А на видеосвязи с нами находится Владимир Рыженковский, управляющий директор компании Trade123. Уважаемые эксперты, здравствуйте! Большое спасибо, что к нам присоединились. Здравствуйте! Господин Калаев, хочу начать с вас. Итак, мы все видим по сообщениям СМИ, что мировая экономика сейчас переживает не лучшие времена. Во многих странах, практически по всему миру фиксируется рекордная инфляция, есть перебои с поставками энергоносителей, других сырьевых товаров. В принципе, если посмотреть на прогнозы международных каких-то организаций, многих международных организаций, то прогнозы очень непозитивные. То есть ожидается, что дальше продолжат цены расти, будет дефицит продовольствия, вплоть до голода в ряде регионах мира. Вот эти все события негативной мировой экономики, насколько они отражаются на Соединенных Штатах? Это крупнейшая экономика в мире? Вообще, что сейчас происходит в экономике Соединенных Штатов и какие ожидания на будущее? Самая большая проблема в Соединенных Штатах, как и везде, это инфляция. И она находится сейчас на очень высоких уровнях. Как вы уже отметили, за последние 40 лет это практически самый высокий показатель инфляции. И таким образом, что происходит? То есть происходит обесценивание денег. Чтобы хоть как-то проконтролировать этот процесс, сдерживать эти инфляционные риски, центральным банкам мира, так и Федеральной резервной системы, нужно повышать ставку рефинансирования. И как вы уже отметили, буквально на днях они повысили ставку на 0,5%. Все это делается для того, чтобы повышать фактически стоимость валюты. Чтобы и ставки по финансированию увеличились, то есть чтобы ликвидность на рынке уменьшилась. Как это происходит? То есть ставки по кредитованию увеличиваются, и таким образом финансовые корпорации, физические лица меньше начинают привлекать кредит. Также, с учетом того, что в Соединенных Штатах, как и в Европе, кредитование происходит не по фиксированной ставке, а по плавающей ставке, соответственно, повышение ставки рефинансирования в Соединенных Штатах означает повышение ставки по текущим многим кредитам, которые выданы в Соединенных Штатах, также по ипотечным кредитованию. Таким образом, люди начинают, из-за того, что ставки увеличиваются, людям приходится платить больше денег за обеспечение кредита. Соответственно, они начинают реже кредитоваться, как и физические лица, так и корпорации. А таким образом, это приводит к тому, что рост экономики начинает замедливаться. А в некоторых случаях, если повышение ставок будет происходить агрессивно, как и планируется, потому что председатель Федеральной резервной системы Джером Павел объявил уже, что в последующие пять раз снова будет идти на повышение ставок рефинансирования, что в конечном итоге приведет к тому, что люди начнут реже кредитоваться, как и корпорации. Это приведет к повышению роста экономики. Но, с другой стороны, это приведет к тому, что инфляцию попытаются проконтролировать. Я думаю, что постепенно эффект этого процесса мы увидим во второй половине текущего года. А на минимальный уровень это дойдет уже в начале следующего года. То есть, если резумировать то, что вы сказали, то из-за повышения ставки ФРС может замедлиться рост экономики Соединенных Штатов? Абсолютно верно. Господин Рожанковский, хочу теперь обратиться к вам. Как я сказала, это самое большое повышение ставки за последние 22 года, но по сути оно мизерное, полпроцента. Тут, наверное, надо вспомнить, что в конце февраля в России ставка была повышена сразу на 10,5%. Здесь по-другому меряется. Смотрите, ставка была 0,25, а стала 0,5. А стала она, соответственно, еще выше 0,75, потому что повышение сразу на 50 базисных пунктов. Это на сколько процентов повышения к базе? Это на 200% повышение. Если бы в России мы на 200% повысили ставку, которая была, скажем, даже пусть 15%, то это эквивалент того, что мы сделали ставку 45%. Но, тем не менее, в базисных пунктах разница колоссальная. Здесь надо мерить не в базисных пунктах, а именно, это как бы, ну, я не спорю с вами, но мое мнение такое, что нужно здесь мерить не в базисных пунктах, а именно агрегатах. То есть в соотношении с предыдущей ставкой. К сожалению, в Штатах и в Европе повышение даже на 0,25, оно весьма чувствительно для экономики, потому что дорожание фактически происходит двоекратное. Потому что вы, с точки зрения бухгалтера, вы смотрите на свой баланс и смотрите, сколько вам нужно денег зарезервировать на обслуживание кредита. Так вот, при ставке, условно говоря, предположим, ну, если 0,25 был, у вас был, предположим, кредит по 1,5%. А теперь вам сделали 0,75, и банк вам сделал кредит по 3%. То есть если вам, предположим, нужно было год назад на этот кредит потратить, ну, предположим, миллион долларов, то сейчас вам нужно зарезервировать уже 2 миллиона долларов. А теперь представьте, если ваш бизнес генерирует всего, предположим, 3 миллиона долларов в год. Это чувствительное повышение или нет? Как вы считаете? Да, безусловно, чувствительное, но здесь такой вопрос. Вот полпроцента. Достаточно ли такого повышения для того, чтобы сдержать инфляцию? Ведь основной целью вот этого повышения именно является сдержание инфляции. Или все-таки нужно повышать дальше? Да, вы знаете, мы очень интересную тему вот буквально перед вами затронули на партнерском вашем канале РБК-ТВ с Даниилом Бабичем. Как раз-таки он ссылался на то, что Федрезерв в комментариях вчера как раз упомянул, что в силах Федрезерва сдержать инфляцию ценников, но не в силах, путем тех монетарных механизмов, которые находятся в его распоряжении, то есть повышение ставки и снижение уровня баланса ФРС. То, что он, по сути, вчера и объявил. Но при этом Джером Павел и как-то на самом деле не очень вот эта его реплика была хорошо откомментирована, на мой взгляд. Хотя она одна из краеугольных, из всего того, что вчера прозвучало. Так вот он сказал, что если инфляцию ценников Федрезерв в принципе может и будет пытаться остановить, то вот инфляцию издержек путем повышения ставки или даже стерилизации частичной баланса ФРС, по мнению, справедливому абсолютно мнению главы ФРС, путем монетарных инструментов сдержать невозможно. Потому что инфляция издержек формируется часто в других уголках мира, совершенно даже не в экономике США, а вовне. Потому что США крупнейший импортер на данный момент. Момент этот следует из последнего, между прочим, релиза торгового баланса США, который буквально выходил накануне и который показал совершенно огромную цифру торгового дефицита в районе 100 миллиардов долларов ежемесячно. Это абсолютно исторический рекорд. То есть США становится нетто импортером, он всегда был импортером. Экономика США так функционирует, что во все времена США больше импортировали продукцию, чем экспортировали ее. Тут еще роль большую играет сильный доллар. Чем сильнее доллар, тем тяжелее конкурировать американским экспортерам на международной арене. Но именно это весьма чувствительно, поскольку, еще раз повторюсь, издержки, инфляции издержки, при том, что США являются крупным импортером практически для всех экономик, они формируются вовне, они формируются вне экономики США. И внутренние механизмы, которыми можно регулировать процессы внутри экономики США, они, к сожалению, бессильны или очень ограниченно могут действовать на те процессы, которые формируются в центрах производства той продукции, которая инфлируется внутри США. Господин Николаев, хочу с вами продолжить вот эту тему инфляции в Соединенных Штатах. Вот если посмотреть на статистику официальную, то в марте она достигла максимума с 1981 года, 8,5 процентов, как вы считаете, какими причинами эта инфляция вызвана, и, соответственно, какие причины необходимо устранить, чтобы ее сдержать, ну, помимо вот ставки ФРС? Ну, исторически инфляция становилась высокая, в первую очередь из-за того, что происходят там высокие цены на энергоносители, да, то есть, если мы будем учитывать цену определенного товара, то транспортные расходы на разные товары составляют от 5 до 25 процентов, и когда повышаются цены на энергоносители, соответственно, топливо, бензин, дизель, и это значительно влияет на конечную себестоимость товара. В данном случае, из-за того, что цена нефти подскочила и сейчас торгуется на уровне выше 100 долларов, это значительно влияет на инфляционную атмосферу в целом во всем мире. Таким образом, и что хочет сделать Соединенные Штаты, да, то есть, повышая ставку, параллельно повышается индекс доллара, то есть, сама стоимость доллара повышается, и если мы посмотрим на цену золота, то она, если в феврале-марте месяце торговалась в районе 280 долларов, то после вот этих повышений, учитывая даже последние повышения, она скатилась на уровень ниже 1900 долларов. Но на уровне цен нефти это не повлияло значительно, хотя с повышением доллара себестоимость сырья должна была упасть. Почему? В первую очередь из-за того, что из-за войны на Украине, там происходят определенные проблемы с поставкой сырья, определенные санкции, также говорят о эмбарго на российскую нефть, а это значительно влияет на поставки нефти так и на страны Европы, так и по всему миру. Спрос увеличивается, и цену как-то снизить очень сложно, контролировать процесс крайне сложно. Но как минимум, ФРС проводит определенные операции в этом направлении, также они со своих стратегических резервов выпустили определенные несколько миллионов баррелей нефти на рынок, чтобы проконтролировать этот процесс, уровни цен. Но, как мы видим, с учетом нынешней ситуации и продолжительности войны, цены находятся на высоких уровнях. Вы сказали про индекс доллара, то есть отношение курса доллара к валютам основных торговых партнеров Соединенных Штатов. Но вот несмотря на то, что последние месяцы ставка ФРС была на минимальном уровне, индекс доллара он рос в течение года достаточно стабильно. Вот как вы считаете, сейчас, значит, он еще больше будет расти? Да, он будет еще расти. Почему индекс доллара начинал расти? В целом, когда есть определенные риски на рынке, инвесторы предпочитают инвестировать в самую надежную валюту или в страну. Это США, это доллар. Если мы посмотрим на ставку двухлетних казначейских облигаций Соединенных Штатов, то двухлетние облигации, ставка по ним выросла до 2,7%. По десятилетним она составляет 3%. Это говорит о том, что больше инвесторов начинают инвестировать в эти облигации, и по ним ставка увеличивается. Когда ставка увеличивается, еще больше спроса происходит на эти казначейские бумаги. Соответственно, страны Европы, например, если мы заметим сейчас курс евро к доллару, то в феврале-марте месяце он составлял 1,12 или 1,10. То сегодня мы можем видеть уровни 1,05 базисных пунктов. Это означает, что инвесторы с европейских рынков перешли уже со своих евроинвестиций и направили свои средства в казначейские бумаги, в доллары, что, по сути, и увеличил уровень индекса доллара в целом. Господин Рожанковский, к вам хочу вернуться. Вы раньше сказали, что внутренние механизмы в Соединенных Штатах не могут влиять на какие-то внешние события. А внутренние процессы, инфляция, проблемы в экономике Соединенных Штатов, насколько они влияют на внешние рынки? Понятно, что все страны связаны, никто не существует изолированно. Хотя бы на примере санкций против России мы видим, что они воздействуют не только на Россию, но и на тех, кто их вводит, и вообще на третьи страны, которые вроде бы никак не задействованы. Но, тем не менее, насколько вот этот эффект от процессов в экономике США велик по сравнению с эффектом от процессов в каких-то других экономиках? Ну, например, в экономике Китая тоже крупная экономика, вторая экономика мира, фабрика, можно сказать, мировая фабрика. Вот если сравнивать? При том, что Китай является основным торговым партнером США, одним из крупнейших. Если мне не изменяет память, на втором месте после Канады, но Канада трансграничная страна для США, поэтому объем торговли с Канадой, почему высокий там, очевидно. И то же самое для Китая, для которого Америка является крупнейшим торговым партнером, поэтому, естественно, будет взаимное влияние. Это влияние огромное, потому что США, американская экономика является крупнейшей экономикой в мире. Соответственно, все процессы, которые происходят внутри США, то есть, да, мы говорили, что издержки формируются вне пределов США, но вот как раз процессы, которые формируются внутри США, они очень влияют на все торговые потоки. Конкретно что влияет, могу сказать, спрос. Самое главное – это спрос. Потому что если нынешнее повышение ставки замедлит американскую экономику или, не дай бог, ее погрузит в прецессию, а уже разговоры по поводу шансов или рисков прецессионных, они уже ведутся. И они уже ведутся параллельно с нами. Вот мы сейчас здесь обсуждаем эти вопросы, а параллельно с нами Америка уже проснулась. Я уверен, что во многих сейчас, почти во всех инвестдомах и в банках, на всяких митингах, главный, один из главных вопросов, помимо повышения ключевой ставки ФРС, каковы наши риски. Если будет рецессия, то необходимо совершенно другое потребительское поведение. Потребители будут меньше тратить, они будут меньше покупать, они будут больше экономить на черный день. Ну, черного дня, наверное, это было слишком, так уж, пафосно говорить. Ну, не черный день, наверное. Но времена ограниченного спроса. Почему? Потому что при рецессии, если, не дай бог, еще раз рецессия произойдет, она может произойти именно, то есть это увязано одно с другим, с чрезмерно агрессивной, твердой монетарной политикой ФРС. Потому что повышение ставок, как правильно было сказано, оно ведет к тому, что бизнесы меньше кредитуются, и идет общее замедление деловой активности. Раз так, то, соответственно, через какой-то промежуток времени бизнесы начинают процесс сокращения трудовых ресурсов, они начинают увольнять людей. Уволенные люди в автономный режим переходят. Они переходят в режим экономии. Они меньше тратят, пытаются сэкономить деньги для того, чтобы найти новую работу. Это как раз приводит к тому, что США начинают также медленнее закупать, медленнее импортировать, снижать объемы по импорту. И таким образом уже на третьем цикле, после прохождения цикла от замедления до безработицы, на третьем цикле происходит замедление потребления, которое уже начинает бить по всем экономикам мира, которые взаимодействуют с Америкой. Господин Рожанковский, ну, все-таки давайте вернемся к повышению ставки ФРС. Обычно, вот как уже сегодня отмечалось, она ведет к удорожанию повышений, ведет к удорожанию доллара. Вот как вы считаете, приведет ли вот это повышение к новому удорожанию доллара? Или сейчас такая ситуация необычная, нестандартная в мировой экономике, что сложно что-то прогнозировать? Надо что-то прогнозировать. Мы на той аналитике, что даже в совершенно безысходной ситуации мы должны что-то спрогнозировать, иначе мы тогда становимся никому не нужны. Ну, в данной, ну, это, конечно, юмор, но в данной ситуации, как я понимаю, укрепление доллара носило в достаточной мере упреждающий характер. То есть более ястребинную политику, более ястребинный язык ФРС начал употреблять еще где-то, ну, три квартала назад. ФРС постоянно на каждом заседании упоминал о том, что инфляционные процессы его тревожат, что не ровен час придется повышать учетную ставку, ужесточать монетарную политику, и вот это произошло. То есть уже второе заседание идет с повышением учетной ставки, то есть от слов перешли к делу, но весь этот год практически, пока меньше года, ну, три квартала, когда ФРС сменил риторику, уже шло укрепление доллара. То есть рынок таким образом отреагировал на перспективы того, что это в один день произойдет. Поэтому вопрос о силе доллара, он действительно открытый, с одной стороны. С другой стороны, на мой взгляд, здесь есть такое пословице, значит, покупай на ожиданиях, продавай на новостях. Вот здесь что-то в этом роде тоже может быть и происходит, потому что доллар укреплялся не на самом факте повышения учетной ставки, а всего лишь на ожидании того, что этот факт произойдет. И вот он произошел, эти ожидания, грубо говоря, уже заложены в доходности от американских облигаций и во многих других вещах. Поэтому, в принципе, есть определенные причины считать, что дальнейшее укрепление доллара, если оно будет происходить, то оно будет происходить гораздо более умеренно по сравнению с тем, как это происходило в последние три квартала. — Господин Калаев, к вам вопрос. Вот уже сегодня мы говорили о том, что ситуация в экономике Соединенных Штатов влияет достаточно сильно на другие экономики, в частности, ставка ФРС влияет. А если говорить в частности, как она влияет на фондовый рынок? Ну вот сейчас она повышена, вполне вероятно, что уже в следующем месяце будет повышена еще раз. Каких изменений ждать? — Ну, повышение ставки, как я уже говорил, она напрямую влияет на рынок облигаций. То есть, когда повышается ставка, инвесторы предпочитают переходить в безопасную гавань, а это казначейские бумаги Соединенных Штатов Америки. И, как мы видим, тенденция идет в сторону повышения ставок. То есть, пуш инвесторов начинает свои средства перекладывать с рынка акций на рынок облигаций. Соответственно, чем дальше ФРС будет повышать ставки, тем рынок облигаций, в частности, рынок казначейских бумаг, будет более привлекателен для инвесторов. А если мы будем брать то, что акции считаются более рискованными, чем облигации, так как при облигациях есть какой-то фиксированный доход, то эта тенденция будет продолжаться. Я считаю, что рынок акций постепенно будет падать. Также на весь этот процесс будет влиять процесс того, что ФРС со своего баланса, начиная с июня месяца, будет продавать казначейские бумаги и подсесечные бумаги. И эта сумма будет доходить вплоть до 95 миллиардов долларов в месяц. То есть 60 миллиардов – это будут казначейские бумаги ближе к сентябрю месяца, а 35 миллиардов в месяц – это будут и подсесечные бумаги. Что это означает? Это означает, что будет больше предложения на рынке. Соответственно, цена будет падать, а когда цена падает, будет повышаться ставка. То есть по эффекту домино, чем больше повышается ставка, тем больше она становится привлекательной для инвесторов. И люди внутри страны, так и во всех экономиках мира, будут больше стараться инвестировать в те же казначейские бумаги, что приведет к еще большему повышению ставок и процентных ставок в целом. – Господин Рожанковский, к вам вопрос касательно тех эмбарго, тех санкций, которые сейчас обсуждаются относительно энергетического сектора России. Ну вот по поводу угля уже утвердили, по поводу нефти анонсировали, по поводу газа вроде бы пока нет, но тем не менее тоже обсуждают такую возможность. И многие эксперты говорят, что это все может привести к очень резкому росту цен на энергоносители, так как Россия является очень важным производителем их. Как это отразится на американской экономике? Создает ли это дополнительные риски или, может быть, наоборот, дополнительные возможности? Ну вот сейчас, допустим, американский СПГ взлетел в цене. Как вы считаете? – Ну, смотрите, я делал исследования как раз-таки по возможности замещения СПГ, тросатлантических поставок, еще в далеком 2014 году. Это буквально я делал модели такие, не с карандашом на коленке, что называется, а в Excel. И я брал информацию, в основном из таких общедоступных источников, Блумберг, ну, что-то пришлось у газовиков взять. Какие-то процессы я вначале не совсем понимал, то есть процесс сжижения, разжижения, транспортировки, закачки в трубы. Но я пришел к выводу, что в целом есть две большие проблемы по замещению трансатлантических поставок СПГ в Европу. Если бы этих проблем не было, я думаю, что давным-давно уже Европа бы получала американский газ. И вопрос с транспортировкой Газпрома в Европу, он был бы закрыт по политическим соображениям. Но этого не происходит именно потому, что в целом получается от двух до двух с половиной раз рост ценовой итоговый, который получает европейский потребитель, если он меняет российский газопроводный газ на трансатлантический сжиженный газ. Потому что, во-первых, есть дефицит определенного типа судов, танкеров. Не на каждом танкере можно перевозить сжиженный газ. Это специализированный, их очень мало. Но это вы говорите больше про влияние на Европу. А что касается влияния на Соединенные Штаты? Ну, соответственно, это же сообщающиеся сосуды. Соответственно, если в США свой природный газ, он в избытке производится. И Америка полностью себя обеспечивает газом. И она еще даже может этот газ, например, в Канаду поставлять. И в другие страны регионы. В Латинскую Америку, в Пуэрто-Рико и другие. Но что касается поставок американского газа в Европу, еще раз повторюсь, здесь есть большая проблема в том, что Америка находится в западном полушарии, а Европа находится в восточном. И между этими двумя регионами возникает тупиковая ситуация с наличием транспортировочных возможностей, с процессом дополнительного сжижения-разжижения, закачки трубы и так далее. То есть эту проблему решить невозможно по физико-географическим причинам. Ну, то есть воспользоваться ситуацией с высокими ценами на нефть, на газ Соединенным Штатам не получится? Очень ограниченным образом получится, но в объеме 10-15% могут американские компании достаточно хорошо увеличить свою прибыль, рентабельность. Но, к сожалению, они не смогут от этого получить большую прибыль, большую выгоду именно ввиду всего вышеописанного. Поэтому в целом я согласен с прогнозом о том, что выключение России из энергетического баланса, оно чревато достаточно серьезными шоками в мировой экономике. И в первую очередь в газовом балансе восточного полушария. Именно так. То есть многие пытаются весь наш мир, всю землю, как-то сделать единообразной. Но это неправильная абсолютно постановка вопроса, если мы говорим об энергетическом балансе. Нету такой вещи, как энергетический баланс всей Земли. Есть энергетический баланс западного и восточного полушария. И именно поэтому мы имеем два сорта нефти, как минимум, наиболее известных. Это европейский бренд и американский WTI. Если бы все так было просто, мы бы имели один сорт нефти и было бы все хорошо. Как мы имеем, например, одно золото. У нас же нету разных сортов золота, а нефть почему-то разных сортов. Вот как бы информация для размышления. А ответ на него очевиден, что эти энергетические рынки, они взаимозависимы. Они взаимозависимы, но они взаимокомпенсируемы. Они практически не взаимокомпенсируемы. Спасибо большое, господин Рожанковский. Спасибо, господин Калаев. К сожалению, на этом наше эфирное время подошло к концу. Спасибо за интересную беседу. Напомню, что в эфире была передача «Экономика дня». С вами была я, Елена Косолапова. И сегодня мы говорили о самом серьезном повышении базовой ставки ФРС США за последние 22 года. И о том, как ситуация в экономике Соединенных Штатов влияет на экономики других стран. На мои вопросы отвечали Талят Калаев, заместитель директора инвестиционной компании Unicapital, член Совета директоров Ассоциации участников фондового рынка и Владимир Рожанковский, управляющий директор компании Trade123. Я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Оставайтесь на CBC. Субтитры создавал DimaTorzok